Доброго времени суток, друзья мои хорошие, с вами Лисперс. Мы продолжаем проходить Героев Седьмых за... Герцога Ивана, да? Ивана Грифона. Так, и что мы имеем? А имеем мы то, что... Нас подставили клинки Эребоса, и Шеймус был с этим согласен, с тем, чтобы убить свою дочь. Да, человек в принципе конченный. Ничего не скажу. Так, это, в общем, шляпа, плащик. Нужен ли нам плащик вместе с этим клинком Ассасина? Думаю, нет. Давайте-ка мы сразу скинем. Вот немножко золота, я думаю, нам совершенно не помешает. Это вообще продать, к сожалению, нельзя. Ладно, шестьсот и тысяченка. Ну, нормально. Да, путь дорога наша лежит в крепость Гриотова эту. Я думаю, по дороге тут больше, в принципе, ничего нету. Единственное, что я с ней посетил, это броник. Все остальное... Ну, печать я пока открывать не буду, хоть мы и посетили с вами. Алтарь-то, да? Так, а где-то, где-то вот здесь вот, да. А здесь у нас Кейра достопочтенная. 13 уровня. Ну, войск не так уж и много. Так, куда он вообще намылил лыжи? Скорее всего, попытается отнять мой форт. Я даже сказал бы больше. Он, скорее всего, это удастся ему сделать. Ладно, не суть важна. Догонять я ее буду. Явно не Анастасии, потому что у нее с войсками как-то тяжко. Ладно, захвачу-ка я вот эту крепость. А потом уже займусь Кейрой. Выцеплю ее на этой территории, грохнем. И уже путь дорога у нас будет открыта дальше. Я не знаю, давайте попробуем быстрый бой. Так, ну, аббатов как-то совершенно не хочется терять, поэтому... Поэтому проведем бой в рукопашном режиме. Я не знаю, нахрена вот компьютерный интеллект так расставляет существ, когда они, по идее, под защитой должны быть под аурой от наших легионеров. Ладно. Суть-то не в этом. Ну, я пока просто, наверное, подожду. Посмотрим на действия. Хотя... Вот... Нашим небесным воинам вообще, по-моему, по барабану. Есть там кто-то, нет там кто-то за стеной. Если они туда залетят, то это все, это пиши пропало. Так, кого же мы будем убивать? Ну, давайте пара болельщикам, наверное, сейчас скинемся. Разулю. Обалдеть. Мы даже добили один отряд. И это даже... Лучше, чем я мог себе представить. Во-первых, соратников получили, воодушевление. Сколько у нас вообще боевого? Сотня, вы представляете, ребят? Сотня. Господи. Жалко, что здесь максимум полтос. То есть, у нас здесь два максимума, в принципе. Просто жесть. Так, два отряда. Совсем никогда. Обидно. Ну, ладно, может какая-нибудь удача или... Вот. Вот на это, в принципе, я и рассчитывал. Да, я с таким количеством боевого духа на... Второе действие, да, скажем, рассчитывать уже надо не как на какой-то рандом, который может случиться или нет, а он... Ну, правда, да, сейчас 50 на 50 либо случится, либо нет, да? Но все равно. Это очень высокий шанс. Сейчас он гораздо более... Высокий, чем вообще мог бы быть. Вот. Вот так вот, скажем. Так. Как-то вот неудобно вы встали, я прям не знаю. Ну, давайте арбалетчиков, наверное, добьем. Угу, хорош. Просто хорош. Так. Так, 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 ладно. Я думаю, волки тоже сходить не должны успеть. Ну, какого лешего ворота-то закрылись? Я понимаю, что я его убил, но здесь как бы был труп. Эх, печалька, однако. Давайте 8 волков на всякий случай. Хотя нету даже. Никакого случая-то и быть не должно. Да, тяжко стрелкам работать, когда цель стоит прям под крепостными стенами. Самое главное, потерь нету. Так, что же здесь построено? Да практически ничего. Поэтому начнем, наверное, с ратуши и уже там... Я думаю, мы посмотрим. В какую же степь идти, да? Так, там, по-моему, даже не было... Следующий выход, наверное, да? Сначала надо будет посетить. Как раз один ход это займет. Броник. Ну, чтобы сюда просто не возвращаться. Броника обязательно надо будет посетить. Так, Анастасия у нас... Ну, чем она займется? Хотя, может, посетим ей вот кристаллы силы и... Всяких оружейников. Я не знаю. Все равно она, как бы, бездарно сейчас тратит свое время. Вдруг она будет еще в следующей кампании? Надо ее хотя бы хоть как-то подготовить к этому делу. Да, смотрите, он ласты прям намылил на мой... Ванпост. Говнюк такое. Мой форт сейчас, чувствую, падет. Ладно, кого-то мы с собой, я думаю, успеем забрать. Просто гоняться за ней сейчас. Вот куда она ломанется? Давайте-ка сделаем следующим образом. Посетим броника. Вернемся в город. Да, вот прям сюда. Так, что у меня здесь по войскам? Все плохо. Все плохо, ребят. Так, укрепления мне нафиг не нужны. Ага, так, арбалетчики. Рынок. Давайте-ка мы сначала рынок отгрохаем, чтобы до хранилища ресурсов добраться. Ну и арбалетчиков, я думаю, успеют. Тоже успеем до конца. Хода построить в любом случае. Так, здесь что? О, тоже не посещалось. Обалдеть. Это еще тыщенка золота. На это я даже, если честно, не рассчитывал, что там есть золотишко. Господи, я же испугался. Думал, кто куда напал. Ладно, ты сюда, ты сюда. Ну да, это просто стражи, даже не легионеры. Можно на них, на их помощь не рассчитывать. Можно даже немножечко наоборот. Ну, вот как-нибудь так поставить. Потому что у него есть тоже же арбалетчики, да? Да. Но они... Вот, арбалетчики-ветераны, их всего 18, они улучшены. Но все равно они стрелять-то могут. Оборона. Может быть, не в оборону надо было. Надо было просто подождать, пока волки... Ну, с легионерами мы с этим и не справимся. Но хотя бы, может быть, ребят, волков. И то, наверное, вряд ли, да? Давайте-ка лучше подождем. Ладно, раздамаживаем волков. Всем, чем есть. Тут уже как бы... Да. Тварь. И все равно он умудрился зацепить несколько отрядов. Дождать уже не может. Ладно. Скидываемся всем, чем есть по волкам. Попробуем хотя бы этот пак забрать. По большому-то счету, впоследствии это ничего... Не сделает и ничего не решит. Ладно, давай-ка ты в оборону. Угу. Все, норм, дошли. Вот теперь можно будет повеселиться. Главное, чтобы они не встали под защиту легионеров. Тогда мы вообще ничего сделать не сможем. Серьезно. Это будет просто... Ммм... Реально гиблое дело. Ну да. Прокачан, конечно, сволочь. Капитальная атака и защита. Все дела. Ай, волки встали под защиту все-таки. Не знаю. Сейчас по волкам уже бесполезно скидываться. О! Поэтому прям хорошо так придумал. Кидать по-своему это мил дело. Это только я прям за. Так, 1-5. Ну давай. Пофиг. Мы хотя бы без боя, так скажем, не сдались. Какие-никакие, а потери ему учинили. Точнее, ей. Хе-хе. Не ему киржик. Да. Да, вот чувствую, теперь уважайте нас совсем, наверное, перестанут. Там и так-то... Не, в принципе, до этого было нормально. Но сейчас вот с этими слухами, наверное, которые поползут. А поползут они в любом случае. Дескать, Иван, Грифон убил. Дочь Шеймуса, за которую должен был выйти. На которую должен был жениться, чтобы остановить войну. И он отказался ее останавливать. В общем, что-нибудь типа того задвинут. И будет, по-моему, совсем не круто. Куда она там теперь стартанула? Заколебала. Я сейчас тебя по всей карте, что ли, ловить должен? Пугань-то редкая. Так, у меня здесь еще... Я гляжу, золотишко немножечко не собранный. Вот этот, наверное, отряд совершенно не захочет ко мне присоединяться. А я еще вот когда сюда зашел, смотрю, думаю, а че это темные эльфы здесь стоят? Явно не без них здесь совершенно не обошлось. И реально как в воду глядел. Так, сначала вот это дело, чтобы ресурсы у нас поступали в нашу казну, так скажем. Потом уже все остальное. Здесь мы были, здесь нам ловить нечего. Ну что ж, до фонтана, до фонтана. А там будем ее цеплять. С какой стороны она и куда хочет пробежать. Вести мы все-таки... Да хрен знает, что она здесь хочет. С понятия, ребят. Сейчас посмотрим. Лесопилку тебе надо было, да? Ну, допустим. Допустим, ты ее захватила. Что дальше? Тебе же бежать некуда. Задавайся уже. Так, почему отсюда? Дескать, отсюда ближе. Но она... Лыжи ты сюда уже повернула, поэтому... Давай-ка, ты, наверное, побежишь ей на перерез все-таки. Это будет более логично. И более правильно, как по мне. Так, обязательно арбалетчиков. И стрельбище может быть. Наверное, да. Наверное, стрельбище будет. Так, ресурсы. Ресурсы нельзя ими разбрасываться. Они... Что-то тут у меня с деревом урудой совсем тяжко. И надо будет лесопилку отобрать, которую она захватила. Ё-моё, а что-то я здесь вот этих драконов-то вообще и не приметил-то, да? Все дружественные вспомогательные единицы по огневой поддержке получают действие к атаке. Но... Шляпа. Записки инженера артефакта гномов. Артефактов гномов нам не надо. Ладно. Допустим. Давайте-ка завершать ход. Да, смотрите-ка она. А убегать-то в принципе-то и не собирается. Она... Борзела. Просто в хламину борзела. Так, ты давай в город. Кстати, надо было, наверное, передать сразу Кирасиров. Что-то я... Не озаботился этим делом. Да, надо будет восстановить обязательно мост, чтобы... Как-то забрать этот артефакт. Передам его Анастасии. Пускай таскает, приносит какую-то полю от своего существования. Пока что она реально бесполезна. Фу. Ну, давайте-ка уже этих оленей валить. Так. Что-то как-то они стоят-то прям... Кривовато. Ну, ладно. Допустим. Допустим так. Будем посмотреть, что из этого получится. Так, так. Этот не долетает, а вот этот добегает. Угу. В принципе, чувство ей. Давайте-ка мы берем... Жестокое такое форсирование событий сыграем. 19-37. Угу. 36. Нет, давайте-ка. Арбалетчиков надо... Эх, выкашивать. Здесь у нас, я думаю, кирасиры справятся. Тем более с такой разбежки практически. Но не практически, а его максимальная разбежка здесь. О, шикос. И прям... Еще этим аббатом. Так, ответный выстрел есть. Не дадим пострелять моим. Вот. Интересно, смогут ли они... А-а-а... Делать контр-выстрел? По нам. Если кто-то рядом с ним стоит. Не знаю, надо проверить. Не прям реально, это интересно. Потому что я... Не знаю. Нет, смотри. Конт-выстрел не делают. Хотя бы это пофиксили. Угу. Так. Ну ладно, давай вот этих вот убьешь. Что-то не самый умный выбор. Атаковать кирасиров. У них засчитываю 42 аж единицы. Это... Как по мне, очень даже дофига. Такой пробить... Не просто сложно. Ладно, здесь, наверное, быстрым боем пройдем. Да, вообще без потерь. Идеально, чтобы времени тратить. Вот боюсь, только я его не смогу восстановить. У меня нету столько... Такого количества ресурсов. А вот на восстановление моста есть. Ну да, давайте-ка построим стрельбище. Наверное, все-таки всего лишь косарик золота стоит. И тем временем-то мы до вагистраты уже доросли. Так, Анастасия, Анастасия, ты ж куда у нас побежишь-то? Что ж такого посетить? Ну, вот эту штуку тебе надо будет посетить. Здесь где-то интеллект можно подкачать. Ну, еще броник. Ну, ладно. Анастасии, в принципе, я найду чем заняться. А вот Иван у нас уже, я так и думаю, скучать здесь будет. Ввиду отсутствия... Ввиду полного отсутствия какого бы то ни было противника на этой территории. Слушай, два хода займет ведь, а? Ну, фиг с ним. Не оставлять же этот артефакт. Так, магистрат. Пожалуй, надо уже звездное серебро на что-то более ценное менять. Ну, я думаю, деревцо и руду мы с вами прикупим где-нибудь. Вот здесь где-то рынок, кстати, был. А вот и он. Вот этим и займется еще, кстати, Анастасия по дороге. Мне нужны ресурсы, очень выгодно обменять. Так, хорошо. Ну, через фонтан уже. Все-таки немножечко очков перемещения восстанавливает. Так, хорош. Дух есть и сюда. Угу. Нет, это не хочу. Посольство. Нужно ли мне здесь строить посольство? Фиг его пойми, ребят. Серьезно. Много ли здесь осталось войск? Да нет. Практически никого здесь нету, кто бы на территории города находился. Ну ладно, значит будем строить дом вербовщика. Все, что не требует ресурсов, а только золото, я себе могу позволить. Кстати, у него армию чекнул. Что-то он как-то... Ох ты, е-мое, ешь. Прям напрягся, когда куда-то камера автоматом начала перемещаться. Не совсем выгодный курс, но бывает и хуже. Так, что нам нужно? Нам нужно как минимум дерево. Вот что-то как-то дофига. Так, один к одному, да? Жирно, жирно. Так, ладно, давай-ка восемь того. По десяточке еще. Руды, да. Прочие прелести жизни. Вот так вот. Вот так вот нормально уже. Так, ты у нас поедешь. Поедешь ты у нас дальше. Здесь вроде ничего такого нету для нее ценного. Дела семейные, да? У нас, кстати, есть, по-моему, задание даже на нее. Ну да. Не допустить гибели Анастасии. Да не погибнет она по-любому. Зуб даю, спасем мы ее. Точнее, не пустим просто в бой, поэтому она и выживет. Может, если только со скуки она помрет. Это единственное, что ей грозит, я думаю. Так, второстепеночка. Прежде чем напасть на герцогство оленя, Ивану необходимо освободить земли у Соколиного холма от власти Шеймуса. Грифоны, юстициары. В общем, все нормально. Бои быков. Это где-то вот здесь, да? Да, это где-то здесь, там надо будет захватить. Ясно, Иван-то не должен погибнуть. Это ясно дело. Так, вот это дело. Ага. Ты смотри, они даже не бежать не хотят, не присоединяться к нам за денежки. Ох, ё-моё. Вот Лассир вот не мог, что ли, с ними как-то перетереть. Но если эльфы отказались сражаться за... Ивана, да, поддержать его, то хотя бы бы не мешались. Нафига они вот здесь нужны? Почему мы сейчас вот должны сражаться с друидами? Странно. В общем, что-то как-то дико ничего не понятно. Так, астануть-то мне особого и нечего, да? Знаете, никуда не пойдут, если... Ну вот, ангелы-то у нас по-любому. Небесные наши воители. Стартанут в бой. Так, я бы вот сюда встал. Во-первых, я им стрелять не дам. Во-вторых... Ой, да ладно, серьёзно, ещё и дизмораль. Минус 10 к боевому духу. А, ну да, слушай, надо чекнуть. Мы же там артефактик один заимели, который... После того, как Кейру как раз завалили. Там очень даже интересный артефакт из неё выпал. Насколько я знаю, он минус 10 к боевому духу даёт. И перчаточки ещё, интересно, встали они на наш слот. Или чем-то занят он. Сейчас посмотрим. Я про артефакт это как-то совсем запамятовал, да? Жалко то, что максимальный уровень, но... Можно будет некоторых нейтралов пожалеть. И не трогать их. Так, сначала... Ага. Набор архиелича. Ну, понятное дело. Минус 10 к боевому духу. Так, два осили. Это хорошо. Маска ассасина. Ещё минус 5 к боевому духу. Ну так, боевой дух-то мы хорошо будем резать. Так, вот этот мешочек надо будет обратно. Обратно. Анастасия обязательно передать. Эх, придётся лесопилочку-то и... И шахта у нас там, кстати. У нас же здесь шахта ещё получается под... Властью, да? Нашего противника. Так, а здесь что? 20? Да ладно. Серьёзно. Я такие ништяки здесь пропускаю? А, ну понятно, почему я их пропускаю. Мне придётся, наверное, чем-то ещё сначала озаботиться. Прежде чем ломиться на эту армию. Так, или отсюда ближе будет. Я даже не знаю, что времени тратить. Может быть... А, ну я уже применил дневное заклинание. Походную магию, которую всего лишь раз в сутки можно заюзать. Блин, как же это баломно. Смотровая башня. Нужна ли она нам? Думаю, нет. Может быть... Давайте посольство, наверное, всё-таки построим. Построим или... Ну да. В принципе, разницы нет. Больше шансов, что к нам кто-то присоединится. Угу, блин, ну как ты меня напрягаешь, а своими укреплениями? Гильдия магов четвёртого открылась. Нет, всё это, конечно, хорошо, но у меня лишних ресурсов, увы, нету. Так, ты там вылез? Да. Ага, у него тоже небесные воители есть, да? Или просто Серафимы? Он просто Серафимы, но это не исключает того, что он уже довольно-таки прокачан. Где-то же он их нанять успел. Может быть в замке, может быть нет. Ну да. По болоту, конечно, мы здесь будем просто полгода ползти. Обалдеть, что там вообще произошло? Какая-то баллиста разрушенная здесь. Тоже непонятно, что за топлено здесь. Какой-то скелет огроменный. Какого-то существа а-ля дракона. Лихое место, однако. Так, ну вот сейчас тогда Резонус, смотри, нету. Это посещал, может быть, флаг сбора. Не знаю, сколько у него там этих... У них дофигища. Просто так их ведь не возьмёшь и не убьёшь. Эй, ладно. Чё там рядом да около ходить? Во-первых, надо сюда забрать своих кирасиров. Во-вторых, здесь у меня армейка скопилась. Недельная. Кстати, уже арбалетчиков практически три сотни. Куда мы пойдём? Ну, во-первых, мне шахта нужна. Мне прям как бельмо на глазу. Когда я вижу на своей территории какие-то... Какого-то непонятного цвета флаги. Зачем они мне там нужны? Хотел бы я спросить. Так, портал. Пока нет, я хочу возвращаться в основной замок. Поэтому портал гильдимагов, в общем, отдыхает. Звериное логово мне тоже нафиг не нужно. Потому что я там в своём замке могу строить грифонов. У меня логово хищников. А вот эти волки, они мне вообще не впились. У меня места даже не хватит. Чтобы их нанять. Ну, поэтому будем улучшать арбалетчиков и тому подобное. Я вообще не думаю, что мне даже с высокой сложностью нужно было как-то слишком дофига войск. Чтобы здесь что-то разрулить в этой миссии. Поэтому-поэтому сильно я застраиваться-то и не хочу. Так, гарнизон. Ну, давай гарнизон. Чё бы нет. Так, Анастасия, ты ж практически дошла, хотел сказать я. И вот эту штуку обязательно броника. Ну и как бы здесь всё. Я вот ещё думаю, с какой стороны вскрывать печать. То ли здесь печать Силанны. То ли вот здесь печать Силанны. Куда вот эта дорога приведёт. Интересненько, интересненько. Ну, реально прикольно. Здесь корабль стоит. Корабль Аласиро. В принципе, я думаю, вот эту вот центральную территорию чистить. Во-первых, вот этого Джон Ована грохнем. Донована. Тьфу, Джон Ована. Ха-ха-ха-ха-ха. Донован. Чё-то он здесь, он прям разбегал. Смотрите, всё захватывает. Всех побеждает. Прям качается усиленно. Так, интеллект. Да, нормально у неё в принципе что дух, что сила магическая сила. Всё это как бы в гармонии находится. Так, ну что, вот куда мы сейчас и пойдём? Во-первых, я бы ещё немножечко руды махнул бы, да? Только на что стоит ли тратить звёздное серебро на это дело? Или может быть золотишком расплатиться? Давайте-ка лучше, наверное, с золотом. А золот у меня в нормальном таком количестве поступает в сутки. А вот звёздное серебро возможно где-то потом пригодится. У меня его уже не будет. Я его потрачу на всякое такое. Нет, придётся гильдию магов построить с обителью Элирата. Иначе я не доберусь до этих капелланов. Это будет совсем неприятно. Так, 5, 5, 900. Блин, а всё, задолбал меня этот зам. Я просто постоянно обращаю внимание на то, что там что-то недостроено. А если недостроено, значит я должен просто обязан построить на этом ходу. Ммм. Такс. Ну что? Иван. Эх, Ванька, Ванька, куда ж нам с тобой идти-то? Я думаю, пешочком вот сюда вот сейчас побежим. Заодно по дороге Анастасии передадим кулёчек с золотом. Да, неплохая идея. Только сначала в замок обратно вернуться. Ещё одну недельную армейку прикупить. Такс. Пост вербовщиком. Шляпа полная. Баста. Ладно, начнём с гильдии магов и вот дальше-дальше-дальше-дальше пойдём. Так, специализацию ещё надо выбрать. Ну, я не знаю. Давайте, да пусть будет магия воды. Не знаю, нафиг она мне есть нужна, но... Лишней как минимум не будет. Чё он там творит, а? Я ж прям обзавидовался весь. Так, делаем так, так, вот так. Ну и всё. Вот с такой армией, я думаю, нам хватит до конца кампании всё это, всего этого дела. Так, Анастасия у нас вроде всё, что нужно, получила. Давай-ка сюда. Будешь здесь стоять до конца. Щит. Факин щит. Ну ладно, забирай этот второй тоже щит. Аналогично, он мне не нужен. Так, ну чё, тогда Ванька у нас стартанул. Кстати, хороший артефакт вот это, это лидерство дофигища просто даёт. У меня его, конечно, и так, через край, да? И где-то вот здесь были драконы. не знаю, нужны ли они мне, не нужны. Думаю, конечно, не нужны, но так хочется. Ну да, через болото бежать гораздо больше времени мы потратим на всё это дело. Так, портал нет. Ну да, не буду я портал здесь строить, чтобы я мог если что всегда к центральному замку своему телепортнуться по-быстрому. Вдруг что? А меня дома нет. Вдруг гости, а меня дома нет. Так, посещение не требуется. Хорошо. Да, ломимся сюда. Я думаю, сейчас мы и начнём зачистку, потому что вот этот чувак, что там половина войск растерял где-то у него были какие-то другие войска, да? Зато прокачал себе по-моему 15 уровня, сейчас уже 17. Нормально, это качается. Говнюк такой, всех нейтралов сейчас перебьёт у себя на территории, а я-то на чём качаться буду. Что-то надо делать с ним. всё, к чертям. Последняя здесь постройка, но заодно и посмотрим, что же нам гильдия мага 4 уровня принесла. Совет Ивана. Все герои сдохли. Да нет, их и не было там. Так, ну меня больше здесь никакая информация, если честно, не интересует. Так, ну что у нас там на гильдии магов? Ну? Да ладно, твою налеватку. Хоть бы заклинание магии света дали, потому что это как бы наша-то основная тема, но нет. Ну как основная? Не сильно то я его и раскачал. Мне в принципе больше здесь и качать-то нечего. Как-то немножечко бездарно у него, если честно, раскачано умение и экономика и туда и сюда и пятое и десятое. Нет, я понимаю, конечно, что он правитель, да, там. Но блин, ты чего убегать даже не будешь? Сейчас, наверное, телепортнется. Может и нет. Так, золотишко. Здесь золотишко взяли и не знаю, ресурс собирай. Что-то у меня с рудой совсем плохо. Так, ну на монастыре всего по чуть-чуть надо, но это нормальная такая цена для этого дела. Слушай, а у нас на небесный алтарь ведь хватает. До конца недели мы его с вами вполне можем построить. Сейчас только руды чуть-чуть прикупить. Точнее, вот это дело посетим. Если здесь руды не получим, то вот здесь докупим. В общем, все, что нам не хватит, мы просто приобретем. Нормально. Сейчас просто тупо докупим руды руды все. Так вот, я думаю, хватит нам. Четко. Вот и топовые существа. Осталось столько, может быть, кавалеристов построить. Нет, смотрите, он даже никуда не дергается. Я не понимаю этого. Ты либо спасай свою жопу, либо нападая но вот этот такой игнор, он меня больше всего раздражает. Вот это именно игнорирование. Тут как бы не надо быть до 7 пядей во лбу, чтобы понимать, что тебе в принципе кобздец, если ты не уйдешь. Такс, ну что с тобой делать? Никого не убиваю. Кто это у нас? А, Серафимы. Они даже еще и не улучшенные. так. В принципе, туда и сюда добегает, а ты хорош. Все, в принципе, на все про все у меня хватает. Давай так. Шикос, еще и удача сработала. Да ладно. Ну да, 34 кавалериста это уже вам не хухры-мухры. Здоровья у них маловато, все остальное прям шикос. Так, и все. Серьезно, не добил. Шесть архангелов не способны убить несчастных хранителей, что ли? Ну, они, конечно, плотные. Сколько у них там здоровья? 40, да? 40-то точно есть. Ух ты, ё-моё. Мы анти-алхимика, да еще и рок-изобилие. Ну, они прям намекают, чтобы я отдал эти артефакты Анастасии. Будет добытчицей. Даже до сборщика налогов не дошел. Такс, ну вот это вот я и рудники, и золотые шахты ничего с этим сделать не смогу. Мне нужно искать, где у него основной замок. Ладно, давайте-ка сюда пробежимся. Тебя здесь не ждали, убийца. Убирайся, и пусть тебя сожрет совесть. Нолвин была нам как дочь. Я не виновен, Амелькар. Нас предали темные эльфы. Они продали Шемусу и теперь склоняют всех на его сторону. Совесть должна была терзать его, но он стал рабом своего честолюбия. Говорит мне человек, принявший в совет Безликого. Это ты связан с темными эльфами? Давай выпьем и поговорим. Подумай. Я бы никогда не стал убивать женщину ради своей корысти. Покинь эти земли. Я не убил тебя на месте лишь в память о том, каким ты был. Тени, что отбрасывает пустой трон, изменили тебя. Я не склонюсь перед тем, во что ты превратился. Да, ребят, вот как раз таки именно чертовы последствия этого, этой подставы, которую клинки Эребуса для нас подготовили. Амелькар нам не верит ни единому нашему слову, и в принципе наше слово сейчас абсолютно ничего не стоит. Ух ты ж, ё-моё. Фига себе здесь гарнизончик такой нехиленький. Ладно, давайте, не хочет он по-хорошему, я думаю, мы его силы себе подчиним. Не, а чё нет-то, да? Земли будут в любом случае принадлежать мне по праву. Правда, на нашей стороне, правда, об этом мало кто знает, и верить-то нам не хотят, но, блин, всему же есть предел. Ну что ж, Амелькар, я думаю, ты же не будешь против, если мы захватим Белбьянка. А Нолван реально жалко, она, блин, ну, она просто была пешкой в этой игре, причем она об этом даже не знала, но если бы, конечно, узнала, я думаю, она бы расстроилась, если бы знала. Хотя я что-то сильно сомневаюсь, что она настолько, так скажем, патриотично, да, и преданно своему отцу была, что готова была пожертвовать своей жизнью ради этого. я думаю, отнюдь. Так, рифоны сюда. 130 стрелков, да, ну, я просто пока, наверное, подожду, сейчас реально глянем. О, это хорошо, прям подошел. Сейчас мы просто чекнем, куда, что, зачем вражина будет перемещаться. так, это я понял, что это стена. Я бы вот хотел ударить вот так вот, чтобы на крайняк, да, вот ворота закроются, я мог через них перелететь, заколебал-то, я знаю, что это стена. ну да, эти в оборону, блин, вот легионеры, они, я не знаю, в этой армии, они чисто для защиты стоят. Место, которое впитывает дамаг, защищает других, и, собственно говоря, да. чё, серьёзно, у серафимов дезмораль. Жёстко. Ну, так нормально. Ох ты. Я так-то не планировал по этим, я вообще кидал, наверное, всё-таки больше вот по этому отряду, по легионерам. Да. Не смогли они его добить. Кстати, они улучшенные. О-о-о. А, шестерых, так, ну. Ну, давай. В этом ходу никого воскрешать, наверное, не будем. Смысла особого в этом нету. Ну, вот на этом ходу кого? Одного шестерых. Давайте лучше шесть арбалетчиков, наверное, поднимем. Даже если у нас одного небесного воителя шлёпнут, в чём я сомневаюсь. небесного воина, то всё равно у нас он прибавился ввиду наличия у нас скилла, который на 5% перед началом боя увеличивает количество войск. Этих можно было не воскрешать, я думаю, 5% от трёх сотен. Сколько у нас? 15 где-нибудь, арбалетчиков должно было добавиться. Ух ты, ё-моё. Охоту на оленя мы выполнили каким-то чудом, нестициары, гриф, а вот эти грифоны никуда сейчас. У меня улучшены. Непонятно. куда вот эти грифоны, никуда походу улетели. Печалька, что я могу сказать. Так, дом вербовщика под конец недели бы построить, может быть, озаботиться каким-нибудь этим тренировочным лагерем вместе с домом вербовщика. Нет, давайте просто хранилище ресурсов от гроха я же говорю. Такое количество войск да сильно я сомневаюсь, что мне нужно будет. Да, ничего нового пока что не добавилось. А, это у нас гарнизон. И все шахты автоматом, конечно, мне принадлежать стали. Ну, что, тема, тема, нормальная тема. Давайте мы тогда глянем, что же у нас находится здесь. Тупо нейтральная армейка. А что я, кстати, переживал за то, что мне не на ком будет качаться? Мне не надо качаться, у меня максимальный уровень уже давным-давно. Есть дорога сюда, есть дорога туда. Пройдем, посмотрим, куда же она ведет. так, можно улучшить алтарь Элизиума сделай, дэм. Давай. Правда, 15 тысяч. А золотишки мы за это дело отдали. Блин, сейчас третий замок появился. Чего? Тоже отстраивать? Капец. Просто капец. Растут эти замки, появляются у меня теперь как на дрожжах, потому что я не стою на месте, а иду уже завоевываю себе территории. Так, ладно, здесь быстрым боем. Один арбалетчик, ты фиг с этим арбалетчиком. Нифига не серьезные потери. Так, здесь придется вручную, потому что элемент или воздуха чертовски много, реально чертовски. Чего? Какого хера здесь происходит-то? Ну и нахрена мне есть эти грифоны? Ох ты, ёб твою. Долбанные герои, Очень долбанные разработчики, которые вот этими багами просто все ощущения от игры портят. реально можно было прям сделать это супер вау, я не знаю даже какими эпитетами это еще выразить, все это могло сделаться гораздо, гораздо шикарнее, что ли. ладно, жди. Так, ох ты, так нормально. Целую стак забирает в легкую. ну и все добиваем их и нафиг. Так, допустим, кристалл силы это хорошо. А, ну да, я бы вот сюда в принципе и вышел. ну ладно, давайте сначала чекнем, что там вот эта вот печать снимать я не буду. А в избежание какого-нибудь конфуза, который оттуда вырвется и, ну, в смысле впоследствии выйдет. Так, а что нам не хватает-то на аббатство? Что у нас там? Да, вот, есть тут у нас один человек, который занимается прямыми поставками и нехватающих ресурсов. Сколько нам ее нужно? Давай 11 штук. Что я там хотел построить? Аббатство я хотел отгрохать. А здесь по-любому тренировочный лагерь. Так, а уже у нас недель настала. Неделя Маласы посвящена Богу Драконину Тимы. Шахта. Мне, кстати, драконий сталь-то вообще не прибавляется. Надо захватывать. Чего? Сколько? Нифига себе. Че такие дикие суммы-то? Пятьдесят косарей и еще... Ммм... Ладно, пусть идут с миром. Качаться мне не нужно, поэтому, ну, резону и... Ах ты, ё-моё, смотрите-ка. Куда-туда можно пройти? А здесь тогда куда дорожка? Ох, я прям в замешательстве. Куда же нам пойти? Направо или прямо? А как сейчас вытащить, интересно? То есть, когда армейку я переставляю, у меня их по факту нету. Они у меня есть как пятая нога. Где-то во время боя они появляются только и все. Текс. Нужно... Ну, давай. С примером для подражания авось ты всех убьешь. Нет. Всех не получилось. Хотя... Получилось. Скоротечно бои протекают. Туда же. Ну, под конец в принципе компании тут уже интересная сюжетка. Не столь боевка. Хотя я бы не отказался от именно боевочки, Какие-то интересные красочные бои, где пришлось бы пораскинуть мозгами. В переносном смысле, конечно же. Так, торговый пост драконью сталь. Ладно, я ее захватил. Сейчас будет какой-никакой прирост. Так, ну и что? Что мы еще успеем сделать? Я думаю, прежде чем двинуть дальше, нам надо бы завалить вот этих. Ага, они тоже решили к нам присоединиться колосы. Ну и пусть валит к чертям отсюда. Так, золотишко, еще золотишко, еще золотишко, еще снова золотишко. Неплохо так мы подняли отсюда золото, реально. Я так считаю. Ладно, наверное, пойдем дальше, через мост и посмотрим, что же там творится будет. Но, ребятки, это мы увидим с вами в следующей серии. Если кому понравилось, не забудьте поставить лайкосик, подписаться на канал, если вы какой-то причине вы еще этого не сделали, будет продолжение. Всем пока-пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!